Готов ли город к грядущему минусу за окном? Этот вопрос сегодня стал основополагающим на заседании горосполкома. В учреждениях культуры, спорта, образования и здравоохранения за тепло можно не переживать. Паспорта готовности они получили в срок. По состоянию на 1 сентября, это в соответствии со сроками решения Могилевского горосполкома и Бобруйского горосполкома, было зарегистрировано 680 паспортов готовности потребителей тепловой энергии, что составило 98,4% от необходимого количества и 124 паспорта на теплоисточники, 99,2%. Сегодня паспорта готовности среди организаций получены на 100%. Последние 11 сентября зарегистрировала химчистка «Лилия». Однако на этом подготовка к зиме еще не закончена. Предстоит завершить ремонт асфальтного покрытия на улицах города, полном объеме заготовить песко-соляную смесь, установить и заменить светодиодные светильники и провести реконструкцию электрических и тепловых сетей. Капитальный ремонт турбины выполнен, текущий ремонт генератора выполнен, текущий ремонт трансформатора выполнен на 4 штук. Выполнен текущий ремонт ГРП и газопроводов на станции Бобруйской ТС-1. Среди рассмотренных вопросов есть недоработки в наружном освещении. В связи с сокращением светового дня начинает раньше темнеть. В качестве примера на заседании привели школы на Даманском. Их в этом районе аж 7. Александр Студнев поручил разобраться с этим вопросом в ближайшее время. Считайте, сколько необходимо. Будем находить источник. Найдем. Это не столько много. Даже с учетом того, что вы сегодня меняете светильники, которые есть, совершенно верно. Вот с учетом этого мы должны этот вопрос закрыть. Что же касается подачи тепла, напомню, условный метеорологический стандарт для включения отопления. В течение пяти суток в регионе температура должна быть не выше плюс 8. В 2017 тепло в жилые дома начали подавать 7 октября, а в детские сады и школы – 3. В 2018 батареи начали греть еще раньше. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.